Остается ли он эталоном в классе? Это подробный обзор рестайлинга Volkswagen Polo в спортивной комплектации R-Line вместе с Томасом. Начинаем. Передняя часть получила спортивный стиль, а светодиодные фары стали стандартом. Стандартные для модели GTI. Матричные фары предлагаются опционально. Модель R-Line имеет спортивный внешний вид без двигателя GTI, а также более мощную нижнюю часть бампера в контрастном черном цвете. Хотя автомобиль компактный, он довольно внушительный внешне. Дневные ходовые огни протянулись по всей передней части. Это матричные фары. Их фирменное название IQ Light. Polo стал длиннее за счет спойлера. Длина этого компактного автомобиля составляет чуть больше 4 метров. Диаметр колес от 14 до 17 дюймов. Причем это самые большие на 17 дюймов. Они массивные, но хорошо сочетаются с автомобилем. Значок R-Line и красивый синий цвет в этом вечернем освещении специально для вас. Сотрудники штаб-квартиры в Вольфсбурге также предоставили мне номерной знак R-Line. Отлично. Это новый, современный рисунок задних фонарей в спортивном стиле. Полиция фальшивых выхлопных труб уже выехала. Двигатели. Однолитровый трехцилиндровый бензиновый двигатель выдает 80 лошадиных сил, а с турбиной 95 или 110. Зачем нужен такой маленький шаг? Кто может сказать? Можно приобрести автоматическую коробку передач с двойным сцеплением. Только передний привод. Можно также выбрать модель GTI с двухлитровым четырехцилиндровым двигателем на 207 лошадиных сил. Она разгоняется до 100 километров в час за 6,5 секунды, на 0,2 секунды быстрее. Если вы хотите увидеть рестайлинговый GTI, подпишитесь и сообщите об этом в комментариях. Начнем с салона. Классический автомобильный ключ, но я предпочитаю его новым, потому что он матовый, приятнее на ощупь и не собирает отпечатки пальцев и царапины. Звук закрывания двери адекватный, но я слышал лучше. Жесткая обшивка дверей. Можно было улучшить этот момент. Приборная панель имеет мягкое покрытие. Разницу можно увидеть. Только цифровые приборы, но в двух размерах. Подробности чуть позже. С правой стороны увеличенный информационно-развлекательный экран, скоро подробнее. Рулевое колесо в современном стиле, со стандартными кнопками, и это хорошо. Предлагаются различные тканевые сидения, а это сидения Arlen, соответствующие общей комплектации. И они выглядят отлично. Качественная серая микрофибра. Контрастная ткань со строчкой на внутренней стороне и дополнительные вставки из микрофибры по бокам. Даже высоким взрослым будет очень удобно на этих спортивных сидениях Arlen. При моих 186 сантиметров достаточно места над головой. По ощущениям напоминает маленький гольф, но это все-таки поло, и различия есть. У вас может сложиться впечатление, что передняя ось не очень широкая. Хорошее положение руля. Шасси этой платформы довольно жесткие, и мы испытаем это во время поездки. Руль регулируется вручную как по вылету, так и по высоте. Что касается качества сборки, то оно также очень хорошее. Если вы видите этот логотип, значит, вы попали в салон. Довольно простой стиль, с приятной матовой вставкой. Свежий взгляд на руль. Настройки регулятора громкости и круиз-контроля. Обновленная система помощи в путешествии. С правой стороны управление цифровыми приборами. В дополнение к интеграции с Apple CarPlay. Также доступно подключение к Android Auto по проводной или беспроводной связи. Подробности об экранах чуть позже. Посмотрим на новый климатический блок. Хэштег «Емкостное проклятие». Но на самом деле, он вполне приемлемый. Базовая комплектация все еще будет оснащаться стандартным климатическим блоком, а потому, возможно, лучше выбрать ее. Два зарядных порта в нижней секции. Кнопка запуска остановки двигателя. Здесь установлена коробка передач DSG с двойным сцеплением. Для этого автомобиля также доступна механическая коробка передач. Подстаканники неадаптивные, но подлокотник очень хорошо закреплен, а под ним есть дополнительное пространство. Размер экрана от 6,5 до 8 дюймов. Стандартный для R-Line. И GTI. Опциональная, продвинутая информационно-развлекательная система с 9,2-дюймовым экраном. Дело в том, что если вы выбираете ее, то получаете преимущество. Вы сможете вывести карту дополнительно на цифровые приборы. И сможете видеть ее в двух местах. Но только в продвинутой информационно-развлекательной системе. Отзывчивость карты не очень хорошая. Система стала немного сложнее. Я считаю, что это не идеально. Испытаем аудиосистему Beats. Для маленького автомобиля бас довольно мощный. Это неплохо. Цифровые приборы. Карту можно включить на весь экран. Полезная возможность. Карту также можно отобразить и в развлекательной системе с меньшим экраном. Это как раз тот случай, когда карту можно отображать параллельно, чтобы всем было понятно. Цифровые приборы читаются легко. Если вы не хотите использовать натуральную кожу, то руль в самой базовой комплектации поставляется с резиновым покрытием. Это не так уж плохо. На самом деле, это все же лучше, чем покрытие кожей в продвинутых комплектациях. Водительское сиденье настроено под меня и сзади становится тесновато, но с точки зрения пространства над головой все немного лучше. Мой рост 186 сантиметров. Задние сиденья очень удобные, в красивом спортивном стиле, а вставки из микрофибры на сиденьях очень высокого качества. Сиденья раздельные. Сзади очень удобно, особенно если у вас длинные ноги, а в середине становится немного тесно, но сидеть вполне можно, если немного сдвинуть переднее сиденье. Сзади также есть зарядные порты. Замок багажника расположен под логотипом, и его объем составляет 350 литров. Длина здесь составляет примерно 60 сантиметров. Высота до крышки 40 сантиметров. Ширина вполне разумная, около метра. Обычно мы видим такое только в крупных автомобилях. Тележка на колесиках, как видите, не помещается вертикально. Это особенность компактных автомобилей. Снизу есть еще место, например, для запасного колеса. А при сложенных сиденьях длина здесь составляет 135 сантиметров. Добро пожаловать на вождение с Томасом и рестайлинговым Volkswagen Polo с однолитровым трехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 110 лошадиных сил. Давайте отправимся на трассу от 40 до 80 километров в час и посмотрим, что у нас получится. Вот и все. И поскольку я был в спортивном режиме, передачи переключались на более высоких оборотах. Вы можете переключать передачи с помощью рукояти или используя подрулевые лепестки. Вы также можете перейти на передачу ниже для более быстрого разгона, а затем нажать и удерживать правую педаль, чтобы вернуться в автоматический режим. Вы также можете услышать типичный звук трех цилиндров, который иногда звучит интереснее, чем четыре цилиндра. С этим турбированным мотором определенно хватает мощности на низких оборотах, а значит он самый мощный из тех, что установлены не на GTI. Также обновилась система помощи в путешествии. Я могу установить круиз-контроль. А также вижу, что система удержания в полосе работает и делает это очень плавно. Немного тянет влево. Конечно, вы должны держать руки на руле. Это просто для примера. Даже на этой полосе система работает хорошо. Посмотрим, как обстоят дела с вождением в городе и сельской местности. Пол обычно устанавливает стандарты, потому что у него отличное рулевое управление, очень хорошее шасси, и сама платформа довольно жесткая, а также очень удобные сидения, особенно в комплектации R-Line. Они очень удобные и подходят для высоких взрослых, а управлять этим автомобилем очень приятно. Это не особенно уникальный или дорогой автомобиль, но управлять им все равно очень приятно. Автоматическая коробка передач с двойным сцеплением, с очень плавным переключением передач, особенно в обычном режиме движения. А когда дело доходит до извилистых поворотов, обычная подвеска работает восхитительно и обеспечивает хороший баланс между спортивностью и комфортом. меняем полосу движения. Это очень приятное ощущение, и машину не сильно трясет. Недавно появился конкурент Hyundai i20 нового поколения. Вы также можете посмотреть этот обзор, и я оставлю ссылку на него. С точки зрения вождения, этот автомобиль бросает серьезный вызов Volkswagen Polo. Позвольте мне сказать, что с точки зрения динамики вождения, i20 теперь может стать эталоном. С другой стороны, Polo по-прежнему очень хорош во многих вещах. Существует базовый уровень, когда вы все еще можете сказать, какая машина лучше или хуже. К этой категории относятся также Skoda Fabia, которую мы недавно тестировали. И Skoda тоже в чем-то новее и лучше проработана, чем Polo. Что изменилось в плане вождения в рестайлинговой версии? Практически ничего. Ручные регуляторы климат-контроля останутся на базовых моделях. А эти новые, как я уже говорил ранее, Здесь четыре емкостных регулятора, и они достаточно адекватные. С точки зрения функциональности и прочего, базовые комплектации предпочтительнее во время вождения. Хотя экран информационно-развлекательной системы явно больше, вы можете легче пользоваться им во время движения. Отсутствие полноценных кнопок также немного отвлекает. Мне нравится новый руль. На него также интересно смотреть во время движения. Мне также нравится мягкая на ощупь приборная панель и прочие элементы. Это по-прежнему автомобиль, который может выполнять множество повседневных задач в отношении вождения очень хорошо. Одна из лучших его особенностей. Я повторюсь, рулевое управление очень точное, без мертвых зон. И оно очень прогрессивное. Поэтому вам не нужно часто подрулевать. А если вы выбрали отличное сочетание автоматической коробки передач и хорошего прогрессивного рулевого управления, вам почти никогда не нужно убирать руки с руля, что значительно повышает безопасность. Расход топлива составляет примерно 6,5 литра на 100 километров. Для такого маленького автомобиля этот показатель мог быть меньше. Эти меньшие двигатели не потребляют меньше топлива. А теперь вождение на крутых поворотах. Давайте вернемся в спортивный режим и снова почувствуем эту остроту управления. Здесь как раз есть несколько хороших крутых поворотов. Прибавим оборотов и посмотрим, что произойдет. Очень хорошо. И рулевое управление снова превосходное. Было очень приятно проходить эти повороты. Мы не можем ожидать многого от этого двигателя, но он, несомненно, самый быстрый из тех, что не устанавливается на GTI. А шасси по-прежнему ощущается фантастически. Мне по-прежнему очень нравится обновленный поло, и пока что я отлично провожу с ним время. Посмотрите наши обзоры Hyundai i20 и новой Skoda Fabia.